Ввести дополнительное лицензирование компаний, которые проверяют внутридомовое газовое оборудование, актуальная и своевременная инициатива, отмечают эксперты. На сегодняшний день деятельность таких организаций регулируется только 410-м постановлением правительства. Там четко прописано, что у специализированной компании должны быть штат сотрудников с профильным образованием и материально-техническая база. Но уже сейчас многие частные компании не в полной мере отвечают этим требованиям. На мой взгляд, ужесточение требований к тем организациям, которые осуществляют проверку ВДГО и внутриквартирное газовое оборудование, должны быть ужесточены введением как раз вот этого процесса лицензирования. Почему? Потому что это безопасность людей. Чтобы пройти новую процедуру лицензирования, придется приложить немало усилий, предполагают эксперты. И хотя пока что точных критериев нет, специалисты газовых компаний выдвигают свои предположения уже сейчас. Во-первых, необходимо повысить частоту сроков переаттестации персонала. Во-вторых, обучать сотрудников работе с новыми видами газового оборудования, которые появляются почти каждый год. Также специалисты считают, что к самим сотрудникам станут предъявлять повышенные требования. Ведь от качества навыков проверяющих зависит безопасность жителей. Кроме того, эксперты предполагают, что новое лицензирование может коснуться и производителей газового оборудования. Можно иметь высококлассных специалистов, все что угодно, их аттестовать, лицензировать, инструмент купить. Но если на рынке не будет присутствовать надежное газовое оборудование, которое, будем говорить, прошло какую-то сертификацию, аккредитацию, то одно без другого неразделимо. Я считаю, что в данный закон с разделом должно попасть, что оборудование или объекты повышенной опасности, это газ, должны все производители без исключения аккредитировать или сертифицировать то, что они продают. В теме лицензирования эксперты особо выделяют именно подготовку и переподготовку персонала. На сегодняшний день в Самарской области этим занимаются около ста организаций. Появилось достаточно много частных образовательных организаций, которые на деле не проводят эту переподготовку, то есть не проводят занятий, а просто-напросто за определенную сумму выписывают эти удостоверения. Что, на мой взгляд, крайне нежелательно и, самое главное, это опасно. Первое требование, как я сказал, переподготовка специалистов раз в два года, и второе – прохождение переподготовки в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования. Новое лицензирование для спецорганизаций призвано урегулировать существующий стихийный рынок техобслуживания, ремонта и технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Как считают эксперты, ужесточения станут скорее плюсом, чем минусом. Без мошенников деньги жителей страны будут целее, а свою безопасность они доверят квалифицированным специалистам. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События.